Лесов большие и малые смотрели на всё веселей, Как вылезают новые маугли буквально из всех щелей, Как собираются в полумраке к подножью горной гряды, А все табаки и все собаки вливаются в их ряды. «Да мы устроим честные выборы!» — воскликнул медведь Балу. «Да вы диктатуры ещё не видели! Вы будете на колу! Удав! Расправься с ними, убогими!» «Но в джунглях один закон, удаф умеет лишь с бандерлогами, С людьми не умеет он!» «Мы выбираем, однозначно должны иметь обратную связь с нами, Тех, кого они представляют. На сегодняшний день мы этого тоже лишены. Наше законодательство кастрированное, купированное, Такое, что мы действительно ничего не можем. Отозвать этих поганцев, депутатов, Которые против нас проводят дичайшие абсолютно реформы, Могу перечислять сколько угодно. Что ЖКХ, что милиция, что образование. Сейчас мы будем полной ложкой кушать здравоохранение, То, что нам выдали буквально последний созыв Думы. Не знаю, чем это для нас кончится, Как страна, сможем мы дальше существовать при таких условиях или нет. Судя по тому, что мы на этот митинг выходим, Мы уже больше так жить не можем и не хотим. «Как ужасно работает медицина!» «Журавлёв приготовится!» «А когда чиновник в соседской Свердловской области попадает в ДТП, Почему-то лечится он едет в Германию, а не лечится в России. Мы не понаслышке знаем, как обстоят дела в сфере образования, В сфере дошкольного образования. К примеру, детский сад в советском районе, Пулюса Фёдорово, 8, Вот уже как 6 лет закрыт на ремонт. И это тогда, когда такие существуют очереди, Чтобы устроить ребёнка. А в этом году ещё два садика закрылись на ремонт. И это всё при таких высоких ценах на нефть. И это тогда, когда наши чиновники за счёт бюджета Покупают себе дорогие иномарки. Мы прекрасно знаем, как плохо работают законы и суды. А судья Боровкова, это та судья, которая судила Навального, Стала собой олицетворять российское правосудие. Что происходит в правоохранительных органах, И как пилис и бюджет, мы тоже прекрасно знаем. Мы знаем эту жизнь, потому что мы живём в этой стране. И всё прекрасно видим изнутри. Каждый день сталкиваюсь с статами управления этого лидера. Но про всё про это нам наша власть говорит, Что вот весь наш протест придумал Газдеп. Насколько можно быть глухим и слепым, Чтобы не слышать собственного народа. И чтобы наши акции протеста выдавать за желание Госдепартамента. Насколько можно не любить свой народ. Но мы хотим перемен власти. Для этого мы пошли на выборы, да? Да! Но выборы оказались нечестными. Да! Через неделю наступает новый 2012 год. Очень хорошие цифры. В новом году мы, жители России, будем выбирать нового президента. По Конституции один и тот же человек не может избираться более двух сроков подряд. Правильно? Да! Это соответствует духу Конституции России. Как в той же любимой нашей властью Америке, президент после двух сроков сел на вертолёт и улетел далеко-далеко и навсегда. Я призываю в новом году прийти 4 марта на выборы и проголосовать за нового лидера страны. Но не за жулика и вора. А чтобы не повторились фальсификации, как это было 4 декабря, по возможности записаться наблюдателем на выборы. Наше будущее создаём мы сами. Власть выбираем мы. Ещё раз праздником, уважаемые сограждане, с наступающим новым годом. Мы победим! Спасибо за внимание. Не наберёте вы 65. Нет нам тендышек на этой неделе. Опять нам тендышек, что тут за деньги собрались на американских. Да сколько живу, я не видел этих американских денег. Давайте четвёртого придём, не дадим Путину ни одного голоса. И, пожалуйста, каждый агентируй по 100 человек, чтобы не было этого. Спасибо. Где бы мы ни появлялись, 115-я школа Курчатовский район, 137-я школа Курчатовский район, 13-я школа Курчатовский район. Везде появлялся либо глава Курчатовского района, либо его заместители. Та женщина, которая пыталась на нашем участке, когда мы караулили буквально заполненную книгу, полную книгу, проголосовавшись по открепительным, а открепительных было всего 32, мы собственными делами эту книгу охраняли. В этот момент появилась замглавы администрации на тот момент Курчатовского района, которая сейчас стала главой центрального района. Это позор нашу городу. Когда люди, покрывающие фальсификацию, неуважающие закон, становятся в органы исполнительной власти, я как налогоплательщик отказываюсь таким людям платить заработную плату. Пусть идет и работает на производстве, и зарабатывает и без зарплаты. Нам такие руководители не нужны. Здравствуйте, уважаемые избиратели. Вы знаете, вот эти выборы, которые прошли, я хочу сказать всем тем спасибо, кто пришел на эти выборы и отдал свои голоса. Таких страшных выборов, за сколько мы работали, еще никогда не было. Чтобы уподобиться тому, чтобы просто-напросто полиция, которой мы платим налоги, должна защищать нас, накинулась на трех женщин и на моего ребенка. Вы знаете, вот у меня до сих пор трясутся руки из больницы, меня выписали вот буквально. Получить такие травмы, и потом еще, когда все это переворачивалось, и говорилось, что в этом виноваты оказывается мы, я читаю все комментарии, все, что выложено у нас в интернете. Вы знаете, я хочу всем тем сказать, которые пишут плохие слова в наш адрес, обвиняют нас в том, что люди пришли, проголосовали. А мы вот собрались там три скандальные тетки, которые там создали банду, пришли туда и аннулировали наши голоса. В этом не мы виноваты. В этом виноваты члены этой избирательной комиссии. И те, кто их покрывал. Нас начали избивать с указки представителей обл. избиркома. По их команде стали нас вышвыривать с этого участка, потому что мы заметили серьезные нарушения. Спасибо всем тем избирателям, которые за нас стали заступаться. Я призываю все, кто был на этом участке, кто был свидетелем, пожалуйста, помогайте нам, потому что на нас сейчас идет давление, начался прессинг. Я хочу сказать, что мы написали заявление в Генеральную прокуратуру, потому что не верим полиции, которая здесь работает. Не верим органам прокуратуры, которые здесь на территории работают. Единственную защиту пока что мы надеемся получить от Генеральной прокуратуры. Мы написали заявление. Но в этом заявлении, чтобы вы поняли нашу позицию, мы не обвиняем полицию, которая, извините, запинывала Наталью, вела меня, выворачивала руки, потому что они лишь исполняли те требования, которые указал им облазберком, территориальная избирательная комиссия, их представители зафиксированы на видео, и председатель участковой избирательной комиссии. Именно их мы сегодня и в дальнейшем хотим призвать к ответственности, потому что в статусе кандидатов, депутаты, мы имели неприкосновенность и имели право быть удалены только с участка санкций генпрокурора, это раз. Мы ничего не делали правомерного, аудиозапись на диктофоне это подтверждает, и видео телевизионное тоже это подтверждает. Мы лишь защищали закон. Закон об избирательном праве, закон о выборах депутатов Госдумы, который позволяет полностью контролировать процесс избирательный на участках кандидатам в депутаты. Мы искренне надеемся, что сегодня вы в дальнейшем нас поддержите во всех разбирательствах, во всех судебных заседаниях, потому что на нас действительно оказывается давление и на работе, и в комментариях представителей область Биргома на нас оказывается давление. Но мы готовы призвать тех, кто нарушает закон, к ответственности. Мы всего лишь требуем соблюдения закона Российской Федерации, потому что я являюсь гражданином Российской Федерации. Это моя Родина. Мы требуем правосудия! Мы требуем правосудия! Поддержите! Мы требуем правосудия! Мы требуем правосудия! Я хочу заявить, что поскольку мы были свидетелями вот этих выборов, наше первое требование, в первую очередь, чтобы была отставка госпожи Старостины, которая просто-напросто с их указки была дана, вот именно вот эта команда, чтобы была такая фальсификация, чтобы натянуть голоса за единую Россию. Видимо, наша власть не понимает, что народ уже устал от этого вранья. От того, что сейчас происходит. Многим они считают, что неинтересно, какая будет у нас медицина, какое будет у нас образование. Я всех прошу и призываю, давайте все будем ходить на выборы. Спасибо всем вам, кто вы пришли, потому что это будущее наше, будущее наших детей, за которых мы несем ответственность. И будем выдвигать свои требования. И не надо никого бояться. Никто никого не будет ни увольнять, ни выгонять. В итоге сейчас те, кто продал свои голоса, кому пообещали, теперь они начинают жаловаться, что им не заплатили. И я призываю, не продавайте свою душу, не продавайте свои голоса. Приходите, голосуйте, голосуйте за того, кого вы считаете нужным выбрать. И не надо никого бояться. Спасибо вам всем. Честные выборы. Нам нужны честные выборы. И последнее. Я требую, чтобы прекратилась скупка всех СМИ, чтобы прекратилось давление. Прекратилось давление на все СМИ. На корреспондентов, на журналистов. Потому что сейчас, кто с нами работал на этих выборах, кто и в дальнейшем начинает с нами работать и помогать. На них идет непосредственное давление. Так что я требую, чтобы мы в своей стране жили честно и так, как мы хотим выбрать. Потому что власть должна работать на нас, а не мы на нее. Мы за честные выборы и за хорошую жизнь. Спасибо. Мы с вами знаем, не значит жениться. Нельзя этому верить. Мы должны продолжать требовать и стоять на своих требованиях, иначе мы проиграем. Мы продолжаем требовать, чтобы выборы были нечестными и требуем их отмены. Мы требуем отправить в отставку Чурова и Старостину. Мы требуем провести новые выборы. Все правильно. Но сейчас я хочу сказать не об этом. Выборы в Государственную Думу, какие бы они ни были, они уже в истории. Но впереди еще более важное мероприятие – выборы президента России. И здесь мы играем с вами ключевую роль. Ведь все, что касается нечестности, коррупции, воровства, все это имеет персональную фамилию. Это фамилия Путин. И мы с вами должны не допустить возвращения этого Волан-де-Морта в Кремль. Наша задача – не допустить ни одного голоса главарю, жуликов и воров. Наша задача – не пустить Путина в Кремль. Мы говорим, что Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Друзья, друзья, две недели назад мы с вами в Челябинске провели крупнейший за последнее время митинг. Волна массовых митингов прокатилась по стране. Власть, пусть эти жулики и воры еще сидят пока в своих теплых кабинетах, но по их коже уже пробежал холодок страха. Они-то думали, что это мы должны их бояться, а они сами теперь нас боятся. И давайте сделаем так, чтобы они окоченели от страха, от народного страха, от народного гнева, чтобы мы им были постоянным кошмаром. Все на выборы президента, ни одного голоса партии жуликов и воров. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Спасибо вам. Спасибо. Нас сегодня больше тысячи. Мы победим. Второй раз уже сегодня с вами собрались на митинг. На митинг за честные выборы. У нас было немного времени, и мы проанализировали те результаты, которые мы получили официально. Вы знаете, а партия «Одинная Россия» не победила на выборах. Она их проиграла. И наши голоса, и те голоса, которые люди подали голоса за другие партии, их просто украли. У нас, у партии «Яблоко», также украли голоса. Поэтому мы являемся политической партией. У нас есть конкретные предложения, и мы хотим, чтобы они были воплощены. Первое. Вор должен сидеть в тюрьме. Все избирательные комиссии должны быть расформированы. Потому что там сидели воры. Надо вещи называть своими именами. Это преступление. Это антиконституционное преступление. Вы поймите, у нас парламент нелегитимный. «Единая Россия» никогда не побеждала 4 декабря. Второе. Должны быть обязательно возбуждены уголовные дела. Без ответственности не должно здесь быть. Не должны люди назначаться на должности после того, как своровали голоса. И Чуров, и другие пособники должны сидеть в тюрьме. По крайней мере, их должны судить. Причем честным судом. Следующее. В выборах должны участвовать очень много политических партий. Не те. Вот мы среди зарегистрированных партий. Но мы выступаем за упрощение процедуры регистрации партий. Но не может такое малое количество в такой стране участвовать в выборах. Следующий момент. Остается вопрос. Что делать? Вот здесь камеры нету. Я бы хотел к президенту нашему обратиться. Дмитрий Анатольевич, будь мужиком. Отправь Путина в отставку. Хоть один раз. Хоть один раз. Будь мужиком. Отправь Путина в отставку. Но у России нет будущего с Путиным. Его просто нет. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. Россия без Путина. И еще одно. Остается еще один главный вопрос. Что нам делать? Я предлагаю все-таки прийти на следующие выборы. Но прийти всем на избирательные участки и контролировать итоги выборов. Вы поймите, 4 декабря это снова наш шанс. Россия должна доказать, что мы целлюзованная страна. Мы не пойдем на улицы сжечь машины. Мы не пойдем пить витрины. Мы будем требовать учета своих голосов. Я предлагаю всем записываться на наблюдателями. Приходить. И просто каждый человек может смотреть, кто как голосует. Не допустить этой безумной фальсификации. Партия Яблоко вызвала в президента Явлинского Григория Алексеевича. Кто хочет, можно поддержать его, поставить подпись здесь в палатке. Мы считаем, что это единственный альтернативный кандидат, за которого можно голосовать. И который распустит потом эту нелегитимную думу. Мы вышли по собственной воле. Мы вышли по тому, что мы не хотим революции. Мы не хотим никаких американских денег. Мы хотим свободных от жуликов и лоров России. И поэтому мы будем выходить еще и еще. Но нас будет больше. До тех пор, пока власть не услышит нас. Мы будем добиваться законными требованиями отставки Старостиной, Чурова, Юревича и Путина. Мы будем добиваться уголовных дел всем тем, кто участвовал в фальсификации 4 декабря. И мы будем добиваться честных, новых, свободных выборов. Мы будем добиваться свободной России. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Россия будет свободной. Спасибо большое. Я так вспоминаю митинги 89-го, 90-го, 91-го года. Вот моя конституция. Это почти ралитетный экземпляр. Это конституция, которая еще проек. В этой конституции есть статья номер 3, пункт 4. Никто не имеет права присваивать власть в России. И мы должны помнить это. Потому что сегодня эта власть присвоена. Присвоена нелегитимно. Мы за них не голосовали. Но я хочу обратить внимание особенно молодежи, студентов. И я хочу повторить слова той бабушки из Иркутска. Учитесь, учитесь, чтобы дать им пинка. И дать этого пинка правильно. Потому что за этими фигурами, за этим дуумбиратом стоит другое страшное лицо корпоративистского государства. Корпорации пришли сегодня к власти. И это особенно ясно становится, когда мы смотрим, что делает сегодня Росатом. Как они меняют законодательство. Как они меняют наши возможности, наше право на конституционные свободы и на конституционные блага, на окружающую среду, на здоровье, на саму жизнь. Поэтому очень важно видеть первоочередные шаги. И очень важно видеть следующие шаги и следующие перспективы. Поэтому, пожалуйста, учитесь и понимайте, что стоит за сегодняшними манипуляциями власти. За сегодняшними попытками украсть у нас право принимать решения. Россия без Путина и без корпораций. Россия без Путина и без корпораций. Россия без Путина и без корпораций. Я пошел на митинг на Болотную. Вы знаете, это было фантастическое, фантастическое абсолютно ощущение. Мы на самом деле родились в другой стране. У нас на самом деле появилось гражданское общество. Вы понимаете, мне не очень нравится фраза, уважаемую мною, Парфенову, что это был митинг сытых людей. Как-то не очень приятно об этом говорить. Там были очень разные люди, но ни одной вот рожи такой гапутной не было. И были коммунисты, понимаете. Один был коммунистический депутат. Он сказал, что нужна революция. И его все забукали, как вот эту женщину. Только мирно все. Давайте. Я не хочу. Я, знаете, я переводчик, свободный художник. Я много очень перевожу и в Госдуме, и в администрацию. Вы знаете, это просто паноптику. Это страшно на самом деле. Вот алкоголь я уже не употребляю. Но хочется сакан-кодки все время выпить после этого всего. Потому что, знаете, они живут вообще в каком-то жутко параллельном мире. Но вы на самом деле знаете, у вас же тоже все это абсолютно видно и в Челябинске. Гатарова я, кстати, знаю. Мы там в землячестве общаемся. Но он нормальный парень, да. Но там, судя по всему, стоит много всякого разного. И вы знаете, да, я что хочу сказать. Я не хочу уезжать из этой страны. Я очень много бываю за границей. Я люблю эту родину. Я русский человек. Здесь мои предки захоронены. И, вы знаете, надо бороться. У нас один подполковник КГБ, вы знаете, бывший, да. Он Оскара Уайлда очень любит. Я думаю, что мы не бандерлоги. Мы волки свободного племени. Вот. Нужно выходить. Вы знаете, нужно выходить и по конституции. У нас власть принадлежит народу. Вот мы с вами народ. Мы должны выходить на улицу. И эта власть с нами ничего не сделает. Понимаете, чем больше нас будет, их защищать никто не будет. То есть, вот чем больше у вас будет, что там, две дивизии Держинского, ОМОН какой-нибудь, но очень перекупленный. Ведь крови никакой. Ну, ее не должно быть. Эта власть должна уйти. Я ЦДФ давал интервью, я думаю, несколько месяцев, ну, до следующих выборов они не должны дойти. Они должны уйти хоть куда, куда угодно. Вот женщина Пивнова, она говорила, что там Навальный, понимаете. Ну, кому? Парфенову дали денег, мне дали денег. Папул Виктор Тимофеевич. Хартишвили, Акунину дали денег. Но это смешно. Там были, на самом деле, очень воспитанные и приятные люди. Я... Вот у меня очень был пессимизм такой, знаете, я думаю, молодежь гламурная, там, и слушает шансон, вот. И люди, я... И вот очень, ну, на самом деле, молодежь обеспеченная и не очень, и светлая такая. Вот очень много людей пришло. И я, прежде всего, обращаюсь к молодежи. Потому что, если вы хотите жить в этой стране, вы хотите... Если вам... И чтобы вам не было стыдно, вы должны, прежде всего, менять эту власть. Я думаю, что эта власть, ну, она, на самом деле, должна уйти. Что делать? Ну, организуйте, на самом деле, объединение избирателей. И как можно больше наблюдателей, идите от КПРФ, от кого угодно, и смотрите за этими фальсификациями. Потому что в Москве это был караул. У меня друг в Индии, переводчик, они голосовали по заявлению, понимаете, это вообще... То есть они рвутся, заявления эти. У него друг, у него сын учится в Бауманке. Ему предлагали полторы тысячи рублей. То есть я знаю то, о чем говорю. Ему полторы тысячи рублей предлагали, он сказал, я родину не предаю, причем денег еще много, я пожалую в руку. Это гражданский поступок. И, вы знаете, у меня вот правда, ну, у меня нет, конечно, вот оптимизма, потому что у меня было 20 лет в 90-м году, в 91-м. Вот этого оптимизма, я слишком хорошо знаю свой народ и его недостатки. Но мы проснулись, на самом деле. Вот в Челябинске холодно, в Народинке холодно, вот. В Москве, конечно, больше народу будет, но я думаю, что это будете как, знаете, это как спичка. Я думаю, что, на самом деле, ящик Пандоры открыт, и джинн выпущен из бутылки. Смотрите, прошло две недели. Путин после Болотной, или Медведев, Путин, Медведев, они сказали о частичном выборе, о частичном свободном выборе губернаторов. Путин вот недавно в своей речи сказал, что будут выборы. Ясно, они идут на попятные, хотя они говорят, что это было решено. То есть, понимаете, мы народ, мы на них уже влияем, и это самое главное. Теперь по поводу того, что коммунисты и кто угодно. Вы знаете, я готов, ну, к сожалению, так называемая оппозиция, она, имеется в виду КПРФ, там все, они их себя дискредитировали. Там, ну, сейчас, извините, волнуюсь, выступаю первый раз. Ну, Зюганов, понимаете, у него на лице антропологическая смерть, как это, не грустно. Там, ну, в Жириновске это же безумие, это такое передергивание, такое страшное. К сожалению, и в Листу, глубоко уважаемому, но у человека тоже много вопросов. Понимаете, Навальный, там, ну, конечно же, Лимонов, наверное. Вы знаете, ну, главное не дать Путину прийти к власти. Я не знаю, Навальный, не Навальный, эти теории заговоров, это так смешно все. Вот отец правильно сказал, нам нечего делить, эта власть должна уйти. И самое главное, что партия жуликов и воров, она обманула нас, она выдвинула самого главного вора. Поэтому мы не должны дать прийти ему к власти. И вот я был на концерте, Вася Обломова, да, молодежь, слушайте Васю Обломова. Там кричали, да, что, знаете, Чурова, я кричал, Чурова в Магадан, Путина в Чечню, Медведева в Айпед, Путин, Путин вор, Путин вон. Все, спасибо. И земляки, я вас очень люблю, земляки, я вас очень люблю. Вот мы с вами народ, мы не должны бояться, и каждый должен десятерых человек привезти. Ну, потому что ведь правда противно, понимаете, противно. Ну что, вот за Мерседесами, там, или за домами на Рублевке, у меня вот друзья, тоже одноклассники из первой школы, они сегодня пойдут, состоявшиеся люди в Москве, зарабатывающие нормальные деньги с тремя детьми, у них есть возможность уехать, они тоже сегодня пойдут на этот митинг. Да, еще как, и Дмитрий Бых сказал правильно, что надо это превращать все в более шутливой такой форме, там в Москве будут, наверное, какие-то деятели культуры, всякие, он сказал, что народ, который зимой ест мороженое, его не победить. Спасибо большое, земляки. Единую Россию за то, что она собрала нас всех здесь, не только нас, но и сотни тысяч людей, которые вышли сегодня так же, как и мы в Челябинске, на улицы, чтобы высказать свою гражданскую позицию. Если мы будем ее высказывать и не бояться, и приходить, то мы поставим, наконец-то, власть на место, потому что если ее не ставить на место, то она и дальше будет вырубать наши леса, засорять реки и просто воровать. Поэтому общество и власть должны идти и созревать вместе. Нам не нужны революции и нам не нужны разделения. Предыдущий оратор говорил, что мы русский народ, да, это так. Но мы, мы русский народ, мы общность, мы многонациональный русский народ. Нам не надо сейчас разделять. Мы должны быть за единство и против партии жуликов и воров. Партию жуликов и воров поставить на место. Далой партию жуликов и воров. Спасибо. Так, выступающий кассов Дмитрий Владимирович, приготовиться в Белоглазову. Ну, чтобы вы видели проект на основании этого проекта. Мы, жители Челябинской области, возмущены беспредельными фальсификациями итогов парламентских выборов 4 декабря. Мы заявляем, что только мы сами вправе выбирать своих избранников в Государственную Думу. И не позволим сторонникам одной лишь партии делать этот выбор за нас. Граждане России, в том числе и жители Челябинской области, сделали свой гражданский выбор. Свой осознанный выбор мы намерены защищать всеми возможными законными способами. Вся ответственность за возможную дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране лежит на бессовестных фальсификаторах результатов воли изъявлений избирателей. В создавшейся ситуации мы вынуждены заявить, что не признаем и никогда не признаем сфальсифицированный результат этих выборов. Мы требуем отменить результаты выборов в Государственную Думу 4 декабря 2012 года, отправить в отставку и привлечь к уголовной ответственности председателей Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова и председателю избирательной комиссии Челябинской области Ирину Старостину, а также возбудить уголовные дела в отношении всех должностных лиц, причастных организаций фальсификации, итогов выборов и содействия ШХИМ, зарегистрировать и допустить до участия в выборах все оппозиционные партии, отменить цензуру в средствах массовой информации, провести новые выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации на честной и равноправной основе, освободить всех политических заключенных, создать новые избирательные комиссии с участием всех политических партий, упростить регистрацию политических партий, аннулировать мандаты избранных депутатов при их отказе от мандата. Значит, я так понимаю, что все поддерживают резолюцию? Спасибо. Значит, я как организатор оформлю все как положено и разошлем тем, кто это обязан читать. Как минимум, президент. Значит, еще раз, еще раз, все дополнения услышим. Кто за данную резолюцию? Путинбар! У меня вопрос ко всем. Верим ли мы в господину Медведеву, который говорит о том, что у нас происходит? Нет! Мы будем своего добиваться? Да! Это последний митинг? Нет! Мы скажем еще свое слово веское? Да! Да! Продолжение следует...